Хо-хо-хо! Всем привет, друзья! Это обзор 221 главы манги One Punch Man. Ура! Наконец-то мы в строю! Теперь, в дальнейшем, я буду выкладывать разный контент. Обзор других манг, озвучки и многое другое. И всё это благодаря вашей поддержке донатами. Это очень сильно меня мотивирует и действительно даёт повод не оставлять YouTube. И прежде чем начать обзор, хочу выразить вам отдельную благодарность. И Дмитрий Кондрин. Спасибо вам большое за такую поддержку. Вы сделали мне большой подарок на Новый год. Я это очень ценю. Особенно в такое непростое время, когда я действительно нуждаюсь в вашей поддержке. Я вас всех очень сильно люблю и ценю каждого из вас. И я всегда стараюсь отвечать на ваши комментарии. Для тех, кто тоже хочет поддержать меня донатом, нажмите на подсказку, которая только что появилась в правом верхнем углу. А так, ссылка будет в описании под видео, а также в закреплённом комментарии. Что ж, не буду вас томить, давайте перейдём к обзору. Итак, на обложке главы мы видим молодых красоток, Фубуки и Псайкос. В чьих руках мы видим книгу с надписью The Third A, что означает третий глаз. Это видение будущего, чего, кстати, Псайкос и хочет добиться. Но давайте всё по порядку. Нам подробнее рассказывают про общество сверхъестественных исследований, во главе которого стоит Фубуки и Псайкос в роли вице-президента. Мы узнаём, что помимо их сообщества есть ещё и другие группировки. К примеру, радикальная группировка экстрасенсов, которые зовут себя Невидимая Рука. Сперва они бросили им вызов, а затем захотели присоединиться к Фубуке. Нам показывают предысторию Псайкос, когда та начинала исследовать способность Третьего Глаза, и вот тогда она и увидела будущее. И там она увидела самого бога монстров, который потом и наделил её этой силой. Точнее, будет правильнее, если сказать, что она смогла использовать божественную силу, что не всем удавалось. И вот когда Фубуки её победила, она спрашивала себя, что же с ней случилось. Она ведь не была плохой девчонкой. Что же она увидела с помощью Третьего Глаза? С чем же нам предстоит столкнуться в будущем? И в этот момент появился бог. И она почувствовала его силу и присутствие. Но потом появилась её группа, и всё закончилось. Конечно, эти мысли о том, что же это было, не дают ей покоя. Именно поэтому она идёт к Псайка, чтобы лично всё от неё разузнать. Но там наш Джокер, который хочет отобрать у Псайка силу Третьего Глаза. Этот чувак, как мы узнали из предыдущей главы, член группировки Цукиоми. Фубуки говорит, что всем героям известно, что Псайка здесь. И вот-вот придёт её сестра Тацумаки. Что и происходит. Увидев её силу, Сайтаму сразу догадался, что разрушение его дома – это её рук дело. Она сразу захотела ликвидировать Псайкос. Но Джокер и Фубуки не дали ей это сделать. Конечно, этого Эспера Тацу сразу впечатала в стену. После чего наехала на свою младшую сестру. Мол, какого чёрта ты защищаешь этого монстра? Она вспоминает, что Тацумаки говорила о том, что Псайкос хотят похитить те же люди, что и её похитили в детстве. Речь идёт о той лаборатории, откуда её спас сам Бласт. И эти же ребята хотят завладеть Псайкой, чтобы отнять у неё силы Бога. Или же Третий Глаз. Я вот подумал, а что если эта организация Цуки Йоми – это такая своего рода секта, которая поклоняется Богу монстров? Что думаете? Напишите своё мнение в комментариях. Так вот, Фубуки думала, что её сестра хочет защитить её. Ибо она вспомнила, как та говорила, что хочет поиграться с ней. Речь идёт о Псайкос. И это не то, что вы подумали. Тем временем, наш Джокер вырубает сотрудников ассоциации вместе с камерами. Затем, стряхнув в себя пыль, он, естественно, показывает, что он не такой слабак, каким он нам показался. И знаете, что ещё? Фубуки радуется тому, что Сайтама пришёл с ней. И теперь она ни о чём не беспокоится. И говорит Сайтане, что в курсе того, что это он остановил Гарроу. Хоть сам Сайтама и говорит, что ничего не помнит. Она утверждает, что это он. Скажу честно, когда впервые читал эту главу, у меня пошли мурашки по всему телу. Так приятно слышать, как она отзывается Сайтами. Шиперой, вперёд! Ваш выход! Итак, Сайтама же в это время говорит, что пришёл сюда сказать пару ласковых слов тому, кто разрушил его дом. Но сейчас он видит, что у неё нету ни капли совести. Ибо она продолжает друсить всё подряд. К сожалению, мы не успели увидеть, как Сайтама наказывает Тацумбаки. Так как наш Джокер пришёл в себя и первым же делом избавился от Сайтамы, отправив его в подвал к монстрам демонического уровня. Кто не знает, откуда они взялись, это те самые монстры, которых захватил стальной рыцарь Бафой с помощью своих роботов 10 уровня. О чём он сам и говорил, когда Лысый Плащ за несколько секунд расправился с ними. Вопрос. Почему этот Эспер первым делом избавился от Сайтамы? Неужели он знает о его силе? Или он услышал Фубуки, когда Та восхваляла его? А может, это не он сделал? То есть, возможно ли, что Тацумбаки хотел атаковать Псайкос? Но тот парень и Фубуки отразили её удар, тем самым под него попался Сайтама. А затем Фубуки хотела прикрыть эту дыру, но она не успела этого сделать, вот наш Сайтама и упал туда. Ну, думаю, это вполне может быть. Прошу вас, поправьте меня в комментариях, может, я действительно что-то не так понял. Сайтама возмущается тем, что под штабом они держат монстров, и теперь-то он уж точно будет держать у себя дома собак. На этом глава заканчивается. Знаете, у меня такое ощущение, что тот подозрительный тип, будто знает о силе Сайтамы. Будто он действительно специально избавился сперва от Сайтамы, чтобы тот не мешал ему захватить Псайкос. Что будет дальше, мы, конечно, примерно знаем от вебки Вана, но что же они сделают в манге, мы не можем знать, а лишь предполагать. Очень прикольно то, что мы все больше и больше узнаем о боге монстров, третьем глазе, власти и его команде. Думаю, в дальнейших главах нам как раз-таки подробно раскроют информацию об этих разных организациях и группировках. Еще я думаю, что в будущем в One Punch Man появится много интересных героев со сверхспособностями, и это будет очень интересно и захватывающе. А на сегодня это все. Спасибо всем за поддержку, и, конечно же, поздравляю всех с Новым Годом. Желаю своим дорогим подписчикам удачи, успехов и всего наилучшего в Новом Году. Но с вами был Аниманго. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!